Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Начнется июнь с гармоничного соединения Юпитера и Плутона, который позволит выйти на первые позиции новым личностям с лидерскими качествами. В этот период бизнесменам можно добиться существенных финансовых высот, объединяясь с партнерами и действуя в команде. А вот в одиночку будет сложнее достигать своих целей, поэтому астрологи советуют искать овнам, скорпионам и львам единомышленников, чтобы расширить сферу своего влияния. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 3 по 9 июня. Овнам июнь позволит довольно успешно проявить себя в профессиональной сфере и добиться улучшения своего материального благосостояния. Представители знака будут склонны тратить много средств на улучшение своего внешнего вида – обновление гардероба, посещение спа-салонов и студий красоты. А со среды вы будете все больше времени проводить дома и участвовать в семейных мероприятиях. Для тельцов июнь станет месяцем приятного отдыха в компании самых близких людей. У многих появится сила и энергия для занятий спортом и активного участия в социальных делах. Объединившись с коллегами, тельцы смогут добиться решения организационных вопросов и улучшить условия работы. Для близнецов начало месяца станет важным этапом в сфере романтики и отношений. Большинство из вас будут чувствовать себя вдохновленными и счастливыми, а некоторые представители воздушного знака примут важные для себя решения. Материальное положение будет стабильным и даже перспективным при условии разумной экономии своих ресурсов. Также не стоит тратить деньги под влиянием минутных импульсов или спонтанных эмоций. Работа потребует от близнецов большой концентрации внимания, особенно от тех, чья профессия связана с цифрами и документами. Новые начинания обещают стать успешными и выгодными с финансовой точки зрения. Раки в начале первого летнего месяца пересмотрят свое отношение к профессии. Если условия перестали устраивать, а перспектив на горизонте нет, стоит задуматься о том, чтобы сменить место работы. Июнь – подходящий месяц для кардинальной смены деятельности. Львы много времени будут уделять делам семьи планированию совместного будущего, в том числе переезд. В профессиональной сфере придется заниматься коллективными делами, смирившись с утерей лидерских позиций. Но последнее принесет существенные материальные выгоды, и это в какой-то мере примирит Львов со своим новым положением. Дело, которое девы, как выяснится, не довели до конца в середине весны, напомнит о себе в начале лета. Решение этого вопроса может затянуться, поэтому запаситесь терпением. В новолуние 6 июня представители знака почувствуют, что отношения с кем-то из окружающих стремительно ухудшаются. Поменяйте подход к общению с этим человеком. Звезды советуют подумать о том, насколько для вас важна эта связь. Если нет, то просто отойдите в сторону и постарайтесь понять причину конфликта. Весы на этой неделе неторопливые и все свободное время будут стремиться проводить дома в тишине. Это обеспечит не только душевное спокойствие, но и хорошее самочувствие. Семейным представителям знака предстоят мероприятия торжества, связанные с родственниками партнеров. Родители будут уделять много времени делам детей. Результатом станет улучшение отношений и увеличение доверия в семье. Скорпионы смогут достигнуть некоторых важных целей при условии объединения с партнерами или включаясь в коллективные процессы. Это же коснется и материального положения. Шансы для его улучшения также будут связаны с общими задачами и проектами. Высокий энергетический потенциал будет притягивать не только почитателей и поклонников, но также и слабых личностей. Последние попытаются вовлечь представителей этого вводного знака в решение своих личных проблем. Стрельцов в июне ждут как деловые поездки, так и семейные путешествия, во время которых возможны встречи с людьми из прошлого. Финансовое положение будет достаточно стабильным, а рациональный подход к покупкам позволит сохранить приличные суммы для последующих крупных приобретений. Романтическая сторона жизни может получить новый импульс, а здоровье будет отличаться стабильностью. Увлечение вопросами эзотерики приведет в жизнь стрельцов очень необычных людей, с которыми могут завязаться дружеские отношения впоследствии. Козерогам рекомендуется значительную часть времени посвятить отдыху, сбавив темп в рабочих процессах. Материальная сторона жизни козерогов будет достаточно стабильной и позволит строить долгосрочные планы относительно необходимых приобретений и путешествий. Водолеям июнь предоставят возможности для увеличения личных доходов и улучшения материального благополучия. В период новолуния романтическая сфера активизируется у тех водолеев, кто готов к переменам и новым отношениям. Рыбы могут столкнуться с необычными явлениями или мистическими происшествиями. Это заставит искать новые причинно-следственные связи в происходящих событиях и, возможно, даже выведет на иной уровень восприятия реальности. В целом представители знака будут склонны проводить свободное время дома в кругу близких людей, заниматься обустройством своего домашнего интерьера. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолевать все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!